Девушки отдыхают 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 Есть возможность представлять свои великие места в стенах Государственной Думы. 21 числа у нас будет очередная годовщина битвы на первом ратном поле России, поле Куликовом. Это то место силы для каждого россиянина, то место, где должен побывать каждый. Мы приглашаем вас всех к нам в гости. Хочу сказать, что в следующем году мероприятия торжественные будут особенные, потому что в следующем году мы будем отмечать 700-летие Сергея Радонежского, и вы помните из истории, что это как раз тот человек, который благословил русские войска на эту великую битву. И во многом государственность России началась оттуда. Милости просим. Добро пожаловать в Тульскую область. И еще раз спасибо большое за ту возможность представить наши великие места. Спасибо. Заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания России. Вы приехали в Государственную Думу с гордостью за свою прекрасную землю, за землю, которая имеет столько замечательных традиций, которая дивно, прекрасно, красиво. Но еще и мы приехали сюда для того, чтобы представить землю, которая обильно полита кровью наших предшественников, и землю, которая всегда рождала победы. Рождала победы русского духа, рождала победы в разных войнах. Я хочу сегодня вспомнить, что кровью Куликовской победы были победы и другие. И Тула — это город-герой, который совсем недавней историей в годы Великой Отечественной войны оказался тоже городом нашей воинской славы. Я очень внимательно посмотрела выставку. Выставка скромная, но очень мудрая, очень тонкая по восприятию, с одной стороны, истории, а с другой стороны, всего того, что является продолжением этой истории. Эти прекрасные фотографии, которые говорят о том, что до сих пор, уже во прошествии нескольких веков, археологи и поисковые отряды находят в раскопках и погибших людей, и фрагменты былой истории. Это и фотографии тех мест, тех деревень, тех строений, тех людей, которые живут на месте Великой Куликовской битвы. Это и красота земли. И это символ того, что у этой земли большое будущее. Я хочу поблагодарить и Владимира Сергеевича, и всех его коллег, которые неустанно трудятся вместе со всеми туляками во имя расцвета этой земли, во имя ее процветания, во имя духовной великой силы, которая в этой земле всегда была заложена и будет продолжаться. Я хочу особо отметить и попросить вас всех посмотреть на замечательную девочку Настю, которая является, которая сейчас ученик звонаря. И она изображена на этой фотографии, которая расположена на этой выставке. Это Настя, будущее духовности тульской земли. И хорошо, если наши дети будут знать и помнить нашу историю и продолжать великие традиции всех предшествующих поколений. Спасибо вам за то добро и свет, который вы привезли к нам в Думу своей выставкой. Руководитель фракции Коммунистическая партия Российской Федерации. Дорогие друзья, уважаемые товарищи, мы народ победы. Из тысячи лет своей истории мы вынуждены были 700 лет провести в боях и походах, отстаивая свою веру, правду, культуру, свои традиции. Семь бит определяют нашу историю. На Чудском озере мы расколотили крестоносцев, которые разграбили Константинополь, рвались в гробу Господню, но по пути, по сути дела, вырубали целое поколение тех, кто защищал эту веру. Мы защитили тогда свои западные границы. На поле Куликовом родилось русское государство. Дмитрию Донскому было всего 30 лет, когда он стоял на Коломне, на Соборной площади, молился и брал обет во что бы то ни стало победить и заложить основы свободного русского государства. К слову сказать, наши войска были почти однородны. В них были русские, украинцы, белорусы, которые храбро сражались. 150 тысяч войск верой и правдой отстаивали то, что им было превыше всего дорого. К слову сказать, те, кто воспитывал Дмитрия Донского, они понимали и благословляли его, что лишь новое поколение князей в состоянии освободиться от игр, которая длилась почти 200 лет. И не случайно слабый и пересвет, которые открывали эту великую битву, были иеромонахами. С них был снят обет не брать оружие в руках, который должен был выполнять каждый православный человек. Они оба полегли на этом историческом поле. Затем была Великая Полтавская битва, где родилась русская империя. Империя, которая потом стала одним из ведущих государств в Европе. На поле Бородино, мы тоже отмечали, это поле не только ратные славы, это поле, которое позволило освободить от наполеоновского нашествия всю Европу. И три выдающие сражения советской эпохи под Москвой 70-летие отпраздновали. Сталинградская битва в этом году исполнена 70 лет. Это битва, каждый, кто просыпался в мире, привыкал к радиоприемников, потому что понимали, что если советская Красная Армия не устоит, то война может иметь другое разрешение. И моя родная земля Орловско-Курское в этом году отпразднула 70-летие самой главной битвы, где сломали их ребят фашистскому зверю. И вопрос водружения Красного Стяга в октябре и победы на реставре был просто уже вопросом времени. Но Куликовская битва стоит особо. Она заложила основы того централизованного государства, которое сегодня несет в мир свой взгляд на любые события, свой взгляд на главные ценности, бесправедливости, коллективизма, добра и высокой духовности. Наш народ не может существовать. И мы обязаны, отмечая эту чудную выставку, поблагодарить тульских, моих земляков, друзей и товарищей, что они чтят не только героизм, но и проложают его силой своего прекрасного оружия. А их лучшее КБ сегодня обеспечивает защиту нашего неба. Сила своих великолепных традиций. А Демидовы, которые там родились, построили на Урале 200 заводов. Они славят и своими чудными пирогами и самоварами. Поблагодарим Туликову за верность тем идеалам, за которые сражались наши предки на поле Куликову. И поздравим с этой выставкой. Спасибо. Член с комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам Артур Николаевич Челенгаров. Дорогие друзья, коллеги, я очень рад встрече в этом родном доме. Рад, что вы продолжаете традиции, которые хорошие традиции были в депутатском корпусе. Вот мы сейчас помнили, 625 лет, 8 лет назад, Попов, мой коллега и другие, мы посадили дубы на Куликовом поле. Сегодня дубовая роща. Я присоединяюсь к приглашению Вадима Сергеевича, приглашаю депутатский корпус посетить это замечательное поле. Я во многих бывал в местах России. А сегодня как туляк, ну не чистый туляк, конечно, но представляющий интересы Тулы, мы будем рады вас всех там видеть. Спасибо. Я тоже несколько слов хочу сказать, потому что эта дата и выставка посвящена очень важному событию, Мы про Куликовскую битву с вами говорим, потому что для многих это просто какой-то эпизод. Для истории мы сегодня живем последствиями Куликовской битвы. Когда нам говорят авторитарный режим, президентская республика, это идет из тех давних времен, когда нас заставили стать централизованной страной. Потому что с востока шли орды. Не виноваты ни монголы, ни татары. Восток шел на запад, поскольку нечего было кушать. Потому что тяжелейшие времена переживало человечество. Лошадь была, автомобилей же не было, никакой информации не было, ни радио, ни телевидение. Голодные племена, и они двигались просто, они не знали какие там страны и народы. Но это вот орда, по-русски армия, и даже это не по-русски войско. Ведь нам навязали чужие слова. Орда это на монгольском языке войско, армия на французском языке. То есть кто нас давил, душил, их слова вошли в военную лексику. Поэтому когда нас обвиняет сегодняшний мягкий Запад, что у нас авторитарный режим, у нас как бы нету смены власти, то нас заставили такими быть. Только централизованная русская. Здесь же воевали. Вы знаете, что Рязань не пошла на Куликовскую битву? Предали нас, русский князь рязанского княжества. Он вошел в сговор с Тахтамышем, с какими-то другими. То есть мы ничего не могли. Тверь в одну сторону, Великий Новый в другую, Псков в третью. Здесь подкупают нас шведы, немцы, монголы, татары. Когда соединили все русские земли, и создали нормальное, свободное государство. Поэтому Тульская земля, это должно быть местом больших, вот таких исторических мест, чтобы туда шли. Исторический туризм. Вот знать то место. У нас есть место Киев-Псков, не Киев, а Псков, Великий Новый в друг. Место создания русского государства. В 862-й год. А вот битва, которая произошла на Тульской земле, вот надо, это место должно быть, может быть, губернатор, мы рады, что там у нас губернатор Груздев, Владимир. Может быть, фестиваль ежегодный сделать, какой-то исторический. Куликова, Куликова боя. Так, чтобы мы все знали. Чтобы вся страна знала уже до истории нашей страны. Демократия там. Там нас застали принять определенную форму демократии. А то они сидят в этой мягкой Европе, так сказать, и не понимают, что такое наша была битва. Мы же их закрыли. Если мы могли бы переместить население, у нас был бы тогда транспорт. Мы бы открыли им дорогу, пусть нам и всю Европу покорили. Мы бы отдыхали. А так мы стояли, нам нечем было скрыться. И они, как застон, как погранзастава, всю Орду с Востока остановила Русь, которая еще только-только начинала. Поэтому надо это вот традиции восстанавливать. И чтобы школьники туда ходили и понимали, вот она земля, откуда пошла, войнство. И, по-моему, там фраза есть такая, что бой начали разные дружины, а вышел русский народ. То есть через кровь, через сиру. Вот Гумилев подсказывает, сказал, что после Куликовской битвы, когда садились разные князья разных княжеств, так сказать, вот из этой битвы вышел русский народ. И сегодня губернатор Груздев должен быть главным губернатором нашей страны. Мы ждем, ждем на фестивале приглашения Куликова битвы. Директор Федерального государственного бюджетного учреждения культуры военный, исторический и природный музей-заповедник Куликова поля Владимир Петрович Гриценко. Уважаемый Владимир Андреевич, уважаемый Владимир Сергеевич, уважаемые депутаты, вообще открываемая сегодня выставка – это часть большого проекта «Руссии Великое Начало». Я благодарен автору этой выставки, молодому нашему фотохудожнику Роману Михайловичу Солопову за тот творческий порыв, энтузиазм, который привел к созданию этой выставки. Особое значение эта выставка имеет сегодня для нас, потому что она открывается в стену Государственной Думы. Я думаю, что знаковый день для Государственной Думы – начало новой сессии. А для нас это знаковый день, потому что в 2005 году, юбилейном, вы сейчас вспоминали, было принято постановление Государственной Думы. Государственная Дума – одна из первых структур власти, которая обратила особое внимание не только на великое значение этого события, этого сражения в нашей отечественной истории, но и на аварийное и, буквально, в смысле, плачевное состояние исторических памятников Куликового поля. Вот это была основа, потом, когда Куликово поле входило в многочисленные программы, историческая память нам помогала общественность, но впервые, так сказать, вот это вот слово привело к реальному делу по возрождению и наших храмов Куликового поля, наших исторических мест, и сегодня я могу сказать, ну, с полной ответственностью. Конечно, дел у нас еще очень много, но наши храмы приведены в достойное состояние, наша территория сохранена, и, наверное, что очень важно для нас, мы смотрим с большим оптимизмом в будущее, потому что полтора месяца назад мы начали строительство нового здания, нового музейного комплекса, который ознаменует новый такой этап сохранения нашей общеисторической памяти. Поэтому эта выставка – знак нашей признательности и благодарности всем, кто принимал в эти годы активное участие в созидании и возрождении нашей важнейшей святыни, нашего Куликового поля. Ну и, пользуясь случаем, я думаю, Владимир Вович чуть-чуть опоздал, повторю, наверное, слова губернатора, тоже приглашу на наш военно-исторический фестиваль, который проходит ежегодно на Куликовом поле, и приурочен Дню Вонской славы, который установлен федеральным законом. Вот 21 сентября и на следующий год обязательно. И едем, когда Сапсан пойдет. Первая остановка Куликова, а мы сделаем остановку Куликова поля. Это очень важная тема. Я думаю, что Владимир Иванович Якунин обязательно нас поддержит, как поддержал свою работу по восстановлению нашего главного исторического момента памяти к Дмитрию Донскому в своем время. Огромное еще раз спасибо, и всех ждем на Куликовом поле. Спасибо.